Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория! И сегодня в видео я хочу показать вам свой вариант макияжа с новинкой второго каталога компании Фаберли, который будет действовать с 21 января по 10 февраля включительно. И на странице 69 представлена новинка декоративной косметики. Это новые монотени. Тени представлены в 10 оттенках, 5 матовых тонов и 5 сатиновых. У меня на канале есть отдельное видео, где я показываю вам все 10 тонов. Мы с вами в этом видео делаем сводчи и рассматриваем каждый оттенок отдельно. Я оставлю вам ссылку под видео на видео со сводчами этих теней. А сегодня с несколькими оттенками я хочу вам показать свой вариант макияжа. Я сразу хочу сказать, что я не профессионал, я не визажист. Просто я сегодня покажу вам, как работают эти тени на глазах. То есть покажу их пигментацию, как они ложатся на веко и какой получится в итоге макияж. Итак, давайте с вами смотреть. Я уже, девчонки, сразу нанесла на свое лицо тональную основу. Сегодня у меня за основу взят тональный крем увлажняющий абсолютный комфорт. Я вам уже говорила, что мне он очень нравится. Ложится тонко, как вторая кожа. Не подчеркивает шелушение. Действительно, немножечко увлажняет кожу. Небольшой такой вот эффект светоотражения есть у этого продукта. Также на все лицо я нанесла легким слоем пудру и люминайзер. Не знаю, может на камеру будет немножечко бликовать. Это мерцающая пудра в артикуле 60-74. То есть она имеет мелкие светоотражающие частички, которые создают эффект преломления света. И за счет этого немножечко как бы вот делают более таким вот отдохнувшим лицо. Особенно это видно при вечернем свете искусственном. Также на Т-зону я нанесла матирующую пудру в оттенки слоновая кость. Но мне он немножечко желтит. Нанесла под глаза свой любимый экспресс-корректор 0.219 Beauty Lab. И нанесла немножечко его сюда вот на веко. Будет у меня в качестве базы. Также я нанесла на губы бальзам 3D филлер из этой же серии Beauty Lab. Немножечко я оформила свои брови с помощью палетки из коллекции Марии Вей для оформления бровей. Ну и все. Больше пока вот я ничего не делала. Сейчас мы с вами немножечко попробуем поработать именно вот этими тенями. Я вам уже показывала, что 10 оттенков. В каталоге черным квадратом обозначены матовые тона и черным кружочком обозначены сатиновые тона. Я сейчас возьму матовый тон в артикуле 5699. Буду еще раз вам вблизи вот на окошко показывать, как выглядит этот оттенок. Этот тон серо-коричневый. И он подойдет отлично для того, чтобы можно было сделать скульптурирование лица. То есть, затемнить какие-то зоны. Но, вы знаете, это не сама цель. То есть, если вы где-то, допустим, в поездке, да, либо где-то вот с собой, чтобы не таскать много, то можно, в принципе, воспользоваться. Конечно, для этих целей лучше иметь специальный скульптор. Но, в принципе, можно использовать и вот такой продукт, как вот эти матовые тени. Я буду набирать на натуральную кисть. Буду я сегодня, девчонки, работать только натуральными кистями. Так как мне больше нравится. Но вот у меня одна будет скушенная от Фаберлик, искусственная. Так вот тени буду набирать натуральными. Вот так набирается этот оттенок. Давайте покажу вам, что будет получаться. То есть, у него такой правильный оттенок этот. И он дает натуральную полутень. Затемню немножечко вот здесь вот эти зоны. И еще раз покажу вам, как набирается. В принципе, неплохо держится. И я осталась довольна этим продуктом, если использовать его в качестве скульптора. Также сюда наношу вот такой оттенок. Он немножечко сероватый. И он не темный. То есть, он идет без рыжинки. И он, в принципе, неплохо ложится. Ну и вот здесь вот крылья носа у меня расширяются. Я немножко тоже хочу затемнить с помощью этого оттенка. И таким образом немножечко создать тень на кончик носа. И немножко сузить свой нос. Я думаю, вам видно, что все-таки продукт ложится на лицо. И он работает. То есть, то, что мне немного нужно спрятать на своем лице. Сделать естественные тени. Хорошо эти монотени работают. Дальше следующее, что я буду выполнять сегодня с помощью этих теней. Как вы поняли, сегодня будем работать тенями. Просто я хочу вам вот в этом видео показать на себе. То есть, ну, с вотча-свотчами, да. А показать, как работает это все в реальности, я думаю, что вам интересно. Дальше следующее, что я буду использовать. Также эти тени можно использовать в качестве хайлайтера. Это сатиновый тон. Жемчужно-розовый. Покажу вам его на камеру. Вот сатиновые могут немножко замыливаться, когда вы используете большие кисти. Но потом вот пальчиком это все разравнивается. И это все дело можно поправить. Жемчужно-розовый в артикуле 5698. Буду наносить его вот сюда, на свои скулы, для того, чтобы создать немножечко эффект хайлайтера. Так, вот так набирается. Это у меня кисть от Фаберлик. И посмотрим, как это все будет работать. То есть, он создает настолько деликатный такой вот нежный перелив. Ну, то есть, получается, в принципе, то, что нужно. То есть, переборщить вы с этим хайлайтером не переборщите. Так как эти тени имеют очень такую плотную прессовку и мельчайший помол. Поэтому они ложатся сразу тоненько. Может, вы знаете, показаться, что пигментация, конечно, ну вот не такая яркая. Но зато на веках они вот хорошо тушуются и ложатся сразу вот тоненьким слоем. То есть, вот есть, например, у нас палетка последняя, да, где у нас 4 оттенка. Это румяна и пудра, которая была в компании Фаберлик, выпущенная перед Новым годом. Там вот коричневый очень пигментирован. И вот прям чуть-чуть его даже боишься поставить для того, чтобы не переборщить и хорошо растушевать. А вот, например, вот эти тени можно смело ими работать без боязни того, что вы наделаете пятен. Они хорошо тушуются. Так, ну вот так вот смотрится у меня на щеках. Надеюсь, камера передает. Ну вот здесь, наверное, лучше видно вот этот блик. Это вот такой оттенок дает тон жемчужно-розовый. Есть у нас еще один оттенок. Он в артикуле 5692. Это уже такой у нас, по-моему, сейчас вам точно скажу, как он называется. 5692. Это оттенок золотисто-кремовый. И его тоже можно использовать под бровь. И можно использовать его как хайлайтер. Вот розовый дает розовинку такую. А вот этот, он более естественно смотрится на щечках. Ну давайте мы его тоже попробуем сюда вот нанести немного. То есть он получается более натуральный дает эффект. То есть более такое вот натуральное свечение. Так, можно вот сюда немножко. Но у меня здесь кожа комбинированная, поэтому я не буду усердствовать. Также можно с помощью этих теней, я еще раз хочу сказать, это не сама цель. Это не значит, что нужно приобретать как хайлайтер, как румяна. Просто одновременно можно использовать эти тени и в этом качестве. Это еще один оттенок в артикуле 5693 розовый. Вот так он выглядит. И этот тон можно использовать тоже как хайлайтер. Такой вот, ну будет он, конечно, розовинки больше. И можно как румяна. И как румяна можно использовать тон марсала. Он тоже отлично подойдет в этом качестве. Давайте мы сегодня используем сначала тон марсала. А затем я нанесу сверху розовый. Так как, ну, я люблю больше румяна не матовые, а которые идут с эффектом свечения. Итак, наношу я сейчас тон марсала. Также нанесу его сюда вот на кисть. Вот так он набирается. Немножко улыбнуться. И, в принципе, можно вот его использовать. Вы знаете, такой получается очень красивый оттенок. Розовато. Такой вот он, ну вот, наверное, как немножко с вишневым таким намеком. Очень красиво смотрится. То есть, я думаю, вам хорошо видно, что на щеки ложится деликатно. То есть, вы не переборщите. Если взять натуральную кисть, это у меня искусственная. Давайте возьмем с вами натуральную. Она у меня, конечно, уже в скульпторе. Но я вам хочу показать, что натуральной кистью это все дело будет ложиться поярче. Ну, то есть, девчонки, тут можно уже наставить грязи. Надо было взять мне побольше кистей. Ну, вот так вот примерно это все у нас выглядит. Если воспользоваться как румянами. И также можно использовать розовый тон. Вот этот он красиво переливается. То есть, он сатиновый. И его можно использовать сверху, вот сюда нанести. Добавить в качестве румянца, для того, чтобы у вас вот здесь кожа засияла. То есть, он придает сияние коже. И вот так это все смотрится. Это вот я нанесла сейчас розовый оттеночек на кончик носа. Вот сюда немножко на подбородок. Можно уже даже подтушевать. Ну, вот так вот это все у меня получается. В принципе, все деликатно. И все смотрится достаточно натурально. Ну, а теперь давайте вместе с вами попробуем посмотреть, как эти тени будут работать у меня на веках. Я сегодня хочу взять за основу интересный оттенок. Он сейчас в моде. Оттенок неоднозначный. Можно с ним сделать заплаканные глазки. Но его нужно комбинировать. Тогда получится у вас все красиво. Еще раз покажу этот тон Марсала. И сейчас я возьму, девчонки, зеркальце. Буду подсматривать в зеркало. И буду вам показывать, что будет получаться. У меня натуральные кисти. Это кисти из Фикс Прайс. Обычные, бюджетные. Покажу вам сейчас, как набирается тон Марсала. Вот так он смотрится. И я хочу сейчас этот оттенок нанести легким таким вот слоем на все подвижное веко. Еще раз я разравниваю корректор. Так, ну здесь вот смотрю в зеркало. Уже я с румянами переборщила. Ну ладно, девчонки, зато вам показала. Так, вот так я еще раз все хорошо разравниваю. Сейчас я возьму вот такую кисть от Фаберлик. И давайте мы, наверное, немножко это все растушуем. Иначе уже у меня перебор. Уже я матрешка розовенькая. Пока наносила два тона, вот видите, немного переборщила. Так, ну а теперь смотрим, как работают эти оттенки. Так, попробую вам поближе, чтобы вам было хорошо видно, как он ложится. Оттенок такой вот розовый. Ну вообще, Марсала, это, как вы знаете, есть такой сорт вина. Ну вот, назван оттенок. То есть вот такой получается тон у меня на глазах. Что мне нравится, то что тени эти почти не пылят. То есть вот такой крошки под глазами они не делают. Так, то же самое я проделываю со вторым глазом. Также я на все веко наношу этот оттеночек в качестве основы. Можно воспользоваться спонжем. Искусственные кисти будут работать хуже. Можно воспользоваться пальчиком. Пальчиком, конечно, всегда тени ложатся на веко ярче всего. Ну, я думаю, что многие из вас об этом знают. Ну, я вот, например, больше всего люблю, сколько вот пробовала, работать натуральными кистями. Все-таки они работают гораздо лучше, чем искусственные. Так, вот я нанесла этот оттенок на все веко. Давайте покажу вам, что получается. Теперь я возьму снова тон серо-коричневый. Это артикул 5699. И немножко добавлю его в складочку. То есть я хочу чуть-чуть притемнить складочку. Возьму эту же кисть. Вот так он набирается на кисть. И сейчас буду добавлять вот сюда в складку. У меня веко чуть новейшее. Но вот сюда вот такими вот легкими убивающими движениями. Так как если, конечно, вы знаете нанести, вот так смотрится этот оттеночек. Так, давайте, наверное, я вас все-таки чуть-чуть немножечко приближу. Для того, чтобы вам было получше видно. Так, вот. То же самое я делаю со вторым глазом. Я также набираю этот оттенок. И вот сюда его добавляю. Они вот ложатся, вы знаете, прям вот тоненько-тоненько. Ну, в общем, то, что нужно. Поначалу может показаться, что, да, вот пигментация там не такая, прям вот у них зашкаливающая. Но, в принципе, вы знаете, для вот макияжа, для растушевки, для повседневного, для непрофессионалов это самое то. Вот так ложится этот оттенок. Немножко я его сюда добавила. Теперь я хочу взять, девчонки, светлый оттенок. И возьму я оттенок жемчужно-розовый. И буду добавлять его под бровь. У меня здесь есть специальная кисть. Сейчас я вот эти поубираю кисточки, чтобы они мне здесь не мешали. Так. Давно не снимала макияжи для вас. Поэтому всегда, когда вот, наверное, больше недели даже не снимаешь, видео получается такое сумбурное. Так, вот. Ну, вот я вам покажу, что вот здесь немножко это все может замыливаться после большой кисти. Но вот когда пальчиком проводишь, то все это убирается. То есть, можно не бояться, что если вы будете работать большой кистью, то потом тени вот замылятся и будут непригодны для использования. Они хорошо прессованы, поэтому можно это все дело скорректировать. Так, вот я наношу под бровь этот оттенок. Так, он дает такой вот деликатный перелив. И вот так он смотрится. То же самое я делаю вот такой кистью под бровь. У меня это специальная кисть. И этот оттенок жемчужно-розовый. Ну, вы знаете, как вот жемчуг имеет такой, он беленький, но у него розоватый такой вот перламутр получается. Так, ну вот что у меня получилось. Теперь я хочу взять не жемчужно-розовый, а хочу взять золотисто-кремовый. Его тоже можно под бровь, но он больше под бровь подойдет в коричневых тонах макияжа. Все-таки здесь у нас такой будет розовато-сиреневый сегодня макияж. Поэтому под бровь, конечно, лучше взять розовенький. Вот этот жемчужно-розовый. И теперь я беру золотисто-бежевый. Это артикул 5692. И немножко его добавлю вот сюда, во внутренний уголок глаза. Прям совсем чуть-чуть добавляю тоненькой кисточкой. Вот этот оттеночек. Тоже вот это вот от кистей можно дело все легко пальчиком смахнуть. Так, добавляю вот сюда я этот тон. Прям вот совсем немножко. Потому что если возьму жемчужно-розовый, тогда он прям, ну, будет, наверное, слишком выделяться. Дальше следующий оттенок, который я буду использовать. Возьму я совсем такую вот маленькую тоненькую кисточку. Это у меня тоже из Фикс Прайс. И возьму я оттенок. Это оттенок темно-фиолетовый. Вот так он выглядит. Я вам говорила, что для меня он показался такой самый немножко чуть капризный. Но он, в принципе, неплохо тушуется. И, то есть, капризный в чем? В том, что он светлее. Я думала, что на век он будет ложиться насыщеннее. Это тон 56,96. Но зато получается тоже очень нежно. И очень так вот красиво. Вот вы знаете, вот эти тени, они даже для возрастного века, они подойдут отлично. Вот я вам сейчас покажу. Я подвожу нижнее веко темно-фиолетовым оттеночком. Подвожу я его где-то на одну треть, так как здесь у меня уже золотисто-бежевый использован. И сразу хорошо тушую. То есть, они почти не крошатся. И, вы знаете, хорошо ложатся. Но вот к вечеру чуть-чуть, наверное, интенсивность пропадает. А так, в принципе, они хорошо держатся на глазах. Тем более, я считаю, что без базы наношу. Все-таки экспресс-корректор, он, наверное, больше выравнивает. Нужно, конечно, для этих целей иметь отдельно базу. Надеюсь, что нам Фаберлик базу тоже выпустит. Вот я нанесла фиолетовый тон. Теперь я беру такую же вот кисть натуральную карандашиком. И буду добавлять вот сюда в уголочек глаза, для того, чтобы затемнить внешний уголок, этот же темно-фиолетовый тон. Он хорошо набирается. И сейчас я буду углублять. То есть, делать вот здесь темнее. Но вот здесь вот немножко набрала чуть-чуть. Вот он может и давать такую немножко-немножко совсем подсыпаться. Так, вот что у меня получается. То есть, как вы видите, работать легко. И вот нет вот этой грязи на веках. И вот нету боязни того, что нанесешь много. И, то есть, придется, сделаешь грязь, так как оттенок все-таки такой фиолетовый. Но он грязи не дает, хорошо ложится. Так. Ну вот, посмотрите, что получается. Я использовала Марсала. Сюда использовала серо-коричневый и фиолетовый тон. Ну и вот акценты жемчужно-розовый и золотисто-кремовый я использовала. Но, вы знаете, вот можно, в принципе, оставить и так. Но всегда вот такие абсолютно матовые тона на глазах, они смотрятся немножечко скучно. Все-таки согласитесь со мной. Но вот Марсала, он, в принципе, не сделал глазки мои заплаканными. Но, вы знаете, я люблю немножко разбавлять сатином всегда такие тени. Поэтому я добавлю на Марсала розовый тон. Прям совсем чуть-чуть. Я возьму растушевочную кисть. У меня вот такая кисть. Наберу розовый тон. И немножечко я как бы на тон Марсала чуть-чуть как бы подтушую. То есть я добавлю немножко вот этого перелива сатинового. Так, добавляю розовый чуть-чуть вот сюда. И сразу хорошенько это дело я подтушую. Можно воспользоваться, нанести пальчиком. Давайте покажу вам, как набирается розовый на кисть. То есть я прям совсем чуть-чуть. Они, в принципе, ну, отличаются немножко, но можно воспользоваться. Так, ну вот покажу вам, что получается, если добавить немножко розовый оттенок. Он тоже такой нежный. Вот так он смотрится. И прям можно его вот сюда, прям побольше не бояться пальчиком на центр века. Можно добавить жемчужно розовый для того, чтобы вот сделать взгляд более открытым. А можно еще, знаете, какой добавить оттенок? Мы сегодня с вами экспериментируем. Все-таки можно добавить тон золотой. Это вот такой оттенок. Он среди сатиновых получается самый шиммерный. 56,91 его артикул. И можно прям вот совсем чуть-чуть его добавить на пальчик. Прям маленькое-маленькое количество, капельку. И также вот здесь вот на центр века его чуть-чуть разбавить. Тогда тоже получается красиво. Так как, ну, Марсала, он хорошо сочетается вот с этим оттенком. То есть я вот здесь прям капельку добавляю. Ну, и вот что у меня получилось. Вот такой, в принципе, макияж. Теперь я еще раз возьму растушевочную кисть. Это у меня натуральная кисть, тоже из FixPrice. Почему? Вот это они мне нравятся, они бюджетные. И они, особенно вот ворс пони, хорошо. Вот у меня вот те, которые для века, они имеют ворс пони. Я возьму вот этот серо-коричневый тон и еще раз вот здесь вот по верхнему веку. То есть вот сюда вот в уголочек я это все хорошо растушую для того, чтобы убрать все резкие границы и переходы. Ну, вот что у меня, девчонки, вышло. Я сейчас нанесу свою любимую тушь PushUp на веки, хотят сказать, на ресницы и к вам вернусь. Потом мы с вами сразу нанесу помаду и посмотрим, что получится в итоге. Ну, вот такая нежнятинка, нежная вот такой макияж получается на глазках при помощи этих теней. Сейчас нанесу тушь и мы с вами продолжим. Ну, что, девчоночки, я к вам вернулась. Я нанесла в три слоя свою любимую тушь PushUp на ресницы. Мне нравится, как она работает на ресничках, дает угольно-черный оттенок, приподнимает, каждую ресничку разделяет, пушит. В общем, тушь отличная. И вот у меня, наверное, вот пока нет Dry On Roll, у меня это самая любимая тушь. Вообще, у меня две этих туши любимых, но вот пока PushUp от Faberlic на первом месте. Также я уже нанесла губную помаду на губы. На губах у меня мой любимый оттенок помады Рената в артикуле 40171. Называется изысканный натуральный. Это у меня уже второй оттенок этой помады. У меня прям вот здесь уже хорошенько я ее попользовалась, прям чуть-чуть. Вчера девчонки делала еще один заказ. Faberlic хотела заказать все-таки, думаю, появилась или нет. Написано временно, нет в наличии. Надеюсь, что появится. Вот у меня это любимый оттенок. Он, вы знаете, такой розовато-сиреневый. Изысканный натуральный, но он розовато-сиреневый. Но смотрится очень красиво, хорошо освежает и хорошо подходит к этому макияжу. Так что, вот я вам еще раз покажу. Макияж получается нежный. Он получается хорошо растушеванный, без грязи вот какой-то. В общем, мне нравятся тени. Они очень нежные, подойдут как молоденьким, так и для возрастного макияжа. Они подойдут отлично, потому что они не ставят пятен, они сразу хорошо тушуются, хорошо ложатся. И делают в целом нежным образ. Вот вы знаете, за что я люблю тени Faberlic. Хотя вот кто-то их ругает. Кому-то, вот говорят, нужно понасыщенней. Но вот за что я люблю последний, вот особенно уже у нас компания впускать, за то, что они создают нежный образ. И они вот этим омолаживают века. Давайте еще раз вам покажу, что я использовала. На все века тон Марсала в артикуле 56-95. Дальше я использовала на, вот сюда вот в уголок, то есть в углублении вот по веку, использовала серо-коричневый оттенок. Его сегодня я также использовала в качестве скульптора. Его артикул 56-99. То есть вот сюда немножко я затемняла эти зоны. Дальше я использовала под бровь жемчужно-розовый. Также в качестве хайлайтера 56-98 его артикул. И использовала я сегодня золотисто-кремовый 56-92. Его я использовала в уголочек вот сюда глаза. Но можно его и как хайлайтер. В общем, я здесь, девчонки, блещу. Блещу все, потому что, ну, вам показывала, наверное, может немножко все-таки переборщила. Также я затем, чтобы сделать, ну, наверное, более таким вот чуть игривым свой образ, я всегда добавляю сатиновые тени. Поэтому я немножко поверх оттенка Марсала добавила оттенок розовый. Он на Эллине Темниковой представлен в каталоге. Его артикул 56-93. Если что, я вам подпишу все артикулы этих теней, которые я использовала. И можно использовать в качестве румян. Но румяна получается очень деликатное. То есть, получается больше такой вот хайлайтер на лице. Больше эффект нежно-розового хайлайтера, даже чем румян. В качестве румян вот тон Марсала тоже отлично подойдет. Но и также я решила немножечко вот сделать таким более интересным свой образ. И я добавила пальчиком на центр века тон золотистый. 56-91. Так, кто-то сверлит. Ну, слава богу, дали нам снять с вами это видео. И три оттенка я сегодня не задействовала. Это оттенок шоколад. Это темно-коричневый и бежевый. Вот эти три оттенка. Давайте также я вам их покажу. Это идет у нас, по-моему, оттенок темно-коричневый. Вот это шоколад. Он холодный. Этот тепленький. И также вот бежевый на все века тоже очень нежно смотрится. Но я постараюсь для вас снять отдельное видео, где будет более коричневая гамма. Можно использовать сама. Я пробовала вот к этому макияжу добавлять тон еще шоколад. Мешать вместе с темно-фиолетовым. Но получается, вы знаете, ну, как-то сразу грязновато получается. Поэтому я решила, что не буду использовать. Да, наверное, вам не знаю, показала темно-фиолетовый или нет. Хочу также попробовать вот этот темно-фиолетовый в качестве смоки сделать. Вот на все века как-нибудь сделаю. И видео вам покажу. И разбавить его чуть-чуть на центр века. Наверное, вот этим жемчужно-розовым тоже будет очень красиво смотреться. В общем, мой вердикт. Тени отличные. Мне тени понравились. Ими легко работать. Они хорошо тушуются. Имеют мелкий помол, плотную прессовку. Можно также эти тени задействовать и для того, чтобы скульптурировать свое лицо. Как хайлайтер, румяна и как скульптор. Тоже, в принципе, получается неплохой вариант. И с этими тенями получается нежный образ. Тени, вот они хорошо тушуются. То есть оттенки, оттенок в оттенок. Хорошо вот без вот этих вот пятен. Легкая тушевка. То есть для таких вот, как говорится, чайников, как я, для того, чтобы сделать в домашних условиях, тени хорошие. Ну, а там, конечно, смотреть вам. Я вам показала наглядно. А вы уже решаете, нужны вам они или не нужны. Это ваше дело. Вот вы знаете, если вы сомневаетесь, я всегда так советую. Возьмите один тон матовый, который вам больше всего нравится, и один сатиновый. Попробуйте на глазках, а затем определитесь, ваше это или не ваше. Но я не пожалела, что их взяла. Буду пользоваться с удовольствием. Можно здесь оттенки прекрасно комбинировать и выполнить с ними абсолютно разный образ. Упаковка здесь добротная. Закрывается до щелчка. Закрывается плотно. Пластик здесь не хлипкий. Пластик здесь плотный. Ничем он не отличается от пластика, который есть у нас вот в тенях Catrice. Вот я просто заказывала эти тени и знаю, о чем я вам говорю. То есть, отличия я не вижу. И ценовая политика, в принципе, одинаковая. Но здесь еще у нас минус кэшбэк. Так что получается даже гораздо дешевле. Девчонки, будут у нас карточки «Твой бонус». Попадется скидка на декоратив. Вы можете их взять совершенно за копейки. Эти тени. И будут у нас купоны дальше. И много привилегий, много выгодных акций, где можно будет их собрать очень бюджетно. Ну, теперь говорю пока, много болтала. До свидания, девчонки. До новых встреч на канале.